Уже в ближайшие часы станет понятно, есть ли шанс у российской сборной по лёгкой атлетике всё-таки поехать на Олимпиаду в Бразилию. Допинг-скандал с нашими спортсменами развивается уже несколько дней, обрастая всё новыми вводными. И сейчас в американском Колорадо-Спрингс новое заседание Всемирного антидопингового агентства, где, как ожидается, будет объявлено окончательное решение. Передаёт наш СОПКОР в США. Анатолий Лазарев. Заседание Всемирного антидопингового агентства ВАДА начнётся буквально через несколько минут, а завершится, когда в Москве будет глубокая ночь. 8 часов обсуждений в этом зале. Сейчас идут последние приготовления. Главный вопрос на повестке дня – допинговый скандал вокруг российских легкоатлетов. ВАДА заседает в Колорадо-Спрингс второй день подряд. Накануне состоялась закрытая встреча исполкома организации. Прессу не только не пустили в зал, но и настойчиво пытались выставить на улицу. Президент ВАДА Крейг Риди после 7-часового совещания проходит мимо журналистов на все вопросы, отвечая одними и теми же словами. Все комментарии завтра. Завтра. Исполком подготовил документы для главного события – сегодняшнего совета учредителей. Именно он примет решение о дальнейшей судьбе российского антидопингового агентства – РУСАДА. Генеральный директор ВАДА в общении с прессой был чуть более многословен, чем президент. Независимая комиссия ВАДА рекомендовала совету учредителей объявить российское антидопинговое агентство не отвечающим нашим требованиям. Вот такой документ поступил, и мы его обсудим. У ВАДА возникли претензии к российскому антидопинговому агентству и московской лаборатории. Но эти структуры не государственные. Они находятся под контролем самой Всемирной организации. Россия лишь обеспечивает их работу. Москва открыта для сотрудничества и готова исправлять ошибки, говорят представители нашей делегации. Мы готовы полностью содействовать всему, что посоветует ВАДА. Мы обратимся к совету учредителей с тем, чтобы процесс приостановления или устранения нарушений всех недочетов в деятельности лаборатории был более каким-то ускоренным. Потому что если мы лишимся, если лаборатория не сможет анализировать проб, от этого никто не выиграет. Антидопинговая система, конечно, не станет сильнее в России, а наоборот, она станет чуть слабее. Скандал разгорелся после документального фильма немецких тележурналистов. По его следам ВАДА опубликовала доклад на 300 страницах, обвинив российских легкоатлетов в систематическом употреблении запрещенных препаратов. Россию отстранили от всех международных легкоатлетических соревнований. Дисквалификация целой страны – мера беспрецедентная. Нависла угроза над участием в Олимпиаде в Бразилии летом следующего года даже тех, кто, как выражаются сами спортсмены, чист. Я надеюсь, что самого такого неприятного сценария нам удастся избежать. Во-первых, решить все вопросы, связанные с Федерацией легкой атлетики России в кратчайшие сроки, чтобы позволить, во-первых, нашим спортсменам выступить на Олимпийских играх. Тем спортсменам, которые действительно пройдут отбор. Тем временем стало известно, что изменения ждут саму Всемирную организацию. Кадровые перестановки в руководстве. Генеральным директором в следующем году станет Оливье Негли, ныне возглавляющий юридическую службу ВАДА. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой. Первый канал. США.